Слава Богу за вас. Я думал, что вы три месяца не будете ходить в церковь после Конгресса. Я думал, что вы устали, и потом мы будем отдыхать от Бога. Скажи соседу спасибо, что ты верный. Аллилуйя. На кого Бог излил славу во время Конгресса? Исцеление. Поднимите ручку вашу. Вот в среднем месте сам имеешь. Аллилуйя. Отпустите вашу руку. Значит, я понимаю, что Бог каждое служение хочет являть свою славу. Как написано в Деянии Апостолов, что мы им живем. Представьте себе. Мы им живем. Существуем. Живем и существуем. Мы дышим. Вот Бог прекратит нам. Он не даст дыхание. Что будешь делать? Чего сказать? Им. Скажите, им. Слава Богу за каждую секунду жизни. Который я с Ним. Аминь. Он дает нам движение. Я могу ходить. А вы? Я могу вот так делать. А вы кто-то можете еще так делать? Аллилуйя. А теперь им это сделаем. Скажем, Боже. Аллилуйя. Аллилуйя. Каждая семья. И знаете, каждое утро я молюсь о том, чтобы Бог благословлял семь. Чтобы давал силы, чтобы давал мир, согласие. И чтобы был целителем в каждом доме. Хотели бы, чтобы источником исцеления вашей семьи была ваша семья. Источником вашей семьи ваша семья. Можешь сказать Аллилуйя. Знаете, вот вчера Наташа Когут, все хорошо в ней было. А сегодня скорую вызову. И опять он нужен нам. Правильно или нет? И опять мы готовились стонать. Николай, лидер прославления, вот так клык. И в больнице. То есть в группе порядка, извиняюсь. Можен он нам. Скажи соседу, он нужен нам. Всегда. Всегда. Знаете, хорошо было бы, если бы приехал сюда же. Или, наверное, это было бы самое хуже. Но служение различно. А дух один и тот же. Когда-то я еще буду проповедовать. В это воскресенье я хочу проповедовать не все сладкое и полезное. И все то, что блестит, хорошее. Сильнейшая истина. Сильнейшие там вещи я хотел бы показать. Такие вещи, как необязательно выйти замуж за сына министра. Он может быть плохим. Я вам покажу некоторые моменты, когда слово... Я читал когда-то, что слово «быдло» — это литературное слово. И есть быдло. Понимаете? Не дай Бог, чтобы моя дочь замуж вышла за быдло. Аминь или нет, братья и сестры? Я думаю, что мы прозреем следующее служение. Слава Богу, он к нам едет уже. Он мне говорил, придет боевремя. Кто-то рад за Кану. Аллилуйя. Давайте молимся за Николая и за Наташу. Аллилуйя. Аллилуйя. Лалак, Сережа, в больнице, в Ренеманс. Можем мы молиться о том, чтобы сейчас небеса пришли туда, в больнице? Братья и сестры, можем мы так молиться сейчас с Богом? Давайте молимся. Братья и сестры, в больнице, в больнице, в больнице. Братья и сестры, в больнице, в больнице, в больнице. Братья и сестры, в больнице. сегодня этих болезней из болезни в болезни пусть придет твоя сила и твое чудо господь вселяй сейчас надежду вселяй надежду упование на тебя ты бог наш и мы уповаем на тебя скажи я верю господь скажи я верю господь что ты там сейчас болезнь для то чтобы творить чтобы исцелять восстанавливать скажи аллилуйя а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо, Отец! Спасибо, Отец! Субтитры делал DimaTorzok 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 и умер в 1965-м. Личность поистине культовая, назвал соотечественник с самим выдающимся британцем в истории страны. В свои 90 лет жизни он обучался накаменщика, садовника, архитектора, был офицером и военным корреспондентом, писателем, художником и, наконец, политиком, оказавшим влияние на судьбы 20-го столетия, но прежде всего он был человеком истинным, счастьем для которого, по его собственному признанию, было сидеть солнечным утром за своим столом, имея 4 часа непрерывного покоя, ручку и массу белой бумаги. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, я благодарю Тебя за таких людей, которые есть. Это люди, которые живут. Это люди, которые являются благословением для народов. Это люди, которые являются примером. Это люди, которые из Священного Писания. Потому что Священное Писание говорит о том, что мы будем плодовиты и сочны даже в преклонных летах. И вот для того, чтобы быть преуспевающим, для того, чтобы благодетствовать, человек трудится. Пока он трудится, он живет. Пока живет, человек должен трудиться. Знаете, есть закон такой, отпускай хлеб свой по водам, и он тебе по прошествии многих дней вернется. Это закон Божий. И сегодня я хотел бы просто вас призвать, и чтобы вы услышали, да, чтобы наши действия и поступки, которые связаны с приношением, пожертвованием, десятинами, это не была просто буква закона, да, по закону, чтобы мы выполняли это, как требование и повеление Бога, а чтобы это было по любви. И вот давайте откроем второе послание Коринфяна, третью лаву, с третьего по восьмой стих. Здесь написано, вы показываете собой, что вы письмо Христова через служение наше написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что Бух, буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Аллилуйя! Иисус, я благодарю Тебя за то, что мы сегодня имеем служение Духа. И все, что мы делаем, мы должны делать по Духу. Все, что мы делаем, мы должны делать по Любви. Все, что мы делаем, это должно исходить из нашего сердца, потому что Господь есть сердцеведец. На престоле нашего сердца сидит Иисус. И Он, Его желания, да, мы должны выполнять, потому что Он знает, что нам хорошо и что нам плохо. И все, кто сегодня принес свои пожертвования, десятины, приношения, мы будем служить нашему Господу сегодня ради нас самих же, да, по Духу, по Духу Нового Завета. И я тоже приготовил сегодня приношения, и беру свои приношения в руки, и буду благословлять, и предлагаю каждому, у кого есть, у кого нету, кто жаждет, взять свои руки, и мы будем сейчас молиться, и благодарить Господа, да, за такое славное служение. Халлилуйя! Иисус, 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 мы приходим к Тебе, Господь Бог мой, и благодарим это прекрасное, чудесное утро, что мы сегодня, Господь, проснулись, имеем дыхание жизни, что над нами, Господь, ясное, чистое небо, Господь Бог мой. Халлилуйя! И что Твоя любовь, Твоя милость, Господь Бог мой, она вовеки с нами, Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, и прославляем Твое святое имя. Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! От всего сердца Господь, от всего разумения Своего Господь Бог. Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! И воздаем Тебе всю славу, всю хвалу и всю честь. Аллилуйя! Сильный, выносит жертву во имя Отца нашего и Сына, и Духа Святого. Аллилуйя! Сильный, выносит жертву Сильный, выносит жертву Я надеюсь на Тебя своей любовью, 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 Я хочу все, что есть у Бога. Поэтому я принимаю решение подчиняться Духу Святому. Я не пытаюсь каким-то образом унизить каждого человека, который выходит проповедовать Слово Божье. Слово Божье, оно чрезвычайно важно. Нам нужно Слово Божье. Это наше основание. Это то, что кормит наши сердца. Бросает вызов нам. Библия говорит в Иоанна 1, что Слово стало плотью. Слово оживотворяется внутри нас. Поэтому то, что Григорий Павлович будет проповедовать в следующем сентябре, вы должны прийти и услышать. И пригласить ваших соседей и ваших близких. Это хорошая тема. Это очень хорошая. Помазанное Слово. Слово, которое будет менять вас. Но Бог призывает меня к другому служению. Я, может быть, буду проповедовать Слово. Но я сейчас хочу подождать Духа Святого. Посмотреть, что Он хочет делать. У вас здесь прекрасные проповедники. Рома, вы очень хорошее слово дали. Я отметила эти стихи в Библии. Возвращусь домой, я буду проповедовать этим стихом. Вот почему мне нравится Библия. Мы можем копировать друг друга. Нету никаких патентов. Нету никаких патентов. Нету никаких патентов. Продолжение следует... Продолжение следует... Болит спина? Я чувствую, что Бог желает исцелить сегодня голову. Кто-то, у кого болит сегодня спина, встаньте на ваши ноги. Халилуя! 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 Мы низвергаем эту немощь во имя Иисуса Христа. Повелеваем немощь, уйди сейчас во имя Иисуса Христа. Боль, вот прямо здесь, где он показывает. Халилуя! Халилуя! Приходите! Расследствуйте! Может быть, еще кому-то стало лучше? Приходите! Я помолюсь с вами еще. Халилуя! Халилуя! Сейчас лучше ваша спина себя чувствует? Вся боль ушла? Just a little bit left. Okay, where's the pain at? Her neck and her lower back. Okay. In the lower back, just a little bit. Whoa, Father, we ask you to remove that pain in Jesus' name. Pain lead now. Уйди всякая боль сейчас. Did you have an accident? У вас была какая-то травма какая-то? No. No. Just because I'm sitting when I'm working. Okay. That's why... Lord, we ask for total healing. Total healing. She's trying to pain. Reach over and touch your toes. Is it better? Is it better? Lower back doesn't... I don't feel pain in my lower back. Hallelujah. I still have a bit pain in my neck. Hallelujah. Where's the pain? Where's the pain? Over there. Now try to move. It's much better. Hallelujah. Give glory to God. Hallelujah. We're going to pray for more people after the service. I will stay and pray for healing. We're going to pray for more people after the service. I will stay and pray for healing. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Yeah. There was a guy who wants to give a testimony. Oh. The service with that. Okay. The service with that. Yes. Сильно болела все время последняя спина. Я вообще нам стыдно сказать, но никогда не верил, что я исцелюсь. Я больше верил, что каким-то образом вылечусь. У меня спирог, пятый позвонок, все посажено. Есть снимок. Врачи сказали, что это очень страшно. Когда была молитва, молились и положили руку на спину, такой огонь прошел через позвоночник. Спасибо. Мишел. 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 Вы все слышали то, что он говорил? Да. Раз, раз, раз. Когда они ловят руки на него. Попробуй свой микрофон. Попробуй свой микрофон. О, это работает. Попробуй свой огонь. Как вы слышали, что он почувствовал огонь, который сошел? Кто-то может быть еще желает рассвидеться? Кто-то может быть еще чувствовал? Но огонь, который сошел в его背. Но я не знал. Но огонь был на рыбах. Но огонь был на его т-шерке. Когда я положил на его т-шерке, он был холодно. Это было холодно. Аллилуйя. 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 Шу. Аллилуйя. Да. Окей. Бог застанет меня. У кого-то еще здесь есть? У кого-то еще болит шея, встаньте на ваши ноги. Если болит шея, вставайте. Знаете, вы все помазаны на исцеление. Молитесь за людей, которые сейчас стоят на нас. Все окружите, пожалуйста, молитвой. Давайте будем верить в исцеление. Повелеваем это не больше уйти сейчас с нашей шеи во имя Иисуса. Повелеваем в любой травме уйти во имя Иисуса. Аллилуйя. Попробуйте сделать что-то, что причиняло раньше вам боль. Подвигайте вашу шею. Аллилуйя. Когда вам омазание пришло, молиться не нужно много. Иногда нужно молиться много. Но я верю сегодня в сильное, быстрое движение на нас. Вот то же самое было у нашего джентльмена со спиной. У кого прошла шейная боль? Вы хотите, пожалуйста, заседевствуйте. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть кто-то, кому стало легче в области шеи? Поднимите вашу руку, если вам легче. Я был в голове в голове в голове. И сегодня, когда мы прославили Господу, эта боль в голове была. У меня была шишка как-то. Но, праздник Богу, ничего не было. Ещё, если есть кто-то, ещё вот эти, быстро. У меня... Страх, оттуда травма была, то есть оно неровное, стоят от этих позвоночника. Боль ушла, но у меня неровно, но я провозглашаю, я не принимаю. Но неровность я чувствую, просто есть ещё. Боль ушла и в спине, когда в прошлый раз тоже ушла боль, но чуть-чуть появляется, но я благодарю за исцеление Господа. Спасибо, Господи, за исцеление. Уходи, не возвращайся. Очень больно. Нравится. Ещё. Свериство. Нех? Шея, все, кто шея, пожалуйста, подойдите. Ну, что ты делаешь? Ну, у меня здесь острахандроз, вот, и врачи говорили, что даже из-за него у меня высокое давление, у меня было даже вот эти сосуды. И сегодня я пришла тоже, так пекло сильно, но я верю, что я исцелена. Сейчас боли нет? No pain. No pain. No pain. Okay. Alleluia. Alleluia. Сегодня утром я стала с тяжестью в шее, потому что, да, тоже острахандроз, и который обычно переходит в головную боль. Когда вы сказали, что кто-то есть все равно, у кого болит шея, я подумала, что это точно для меня. Потому что первый раз вы сказали о спине и показали на поясницу. Я так, к сожалению, посчитала, что, наверное, все-таки сегодня не мой день. Когда произнесли, что еще и затылок у кого-то болит, я подумала, что это мой. И, конечно, сейчас я себя чувствую лучше, но еще сестры, которые за меня молились, сказали, пойди обязательно за свидетельство. Вы же наши молитвы не пропали зря. Поэтому я верю, что с сегодняшнего дня околдной боли и арстохондроз меня оставит. Сейчас боль осталась? Нет, это ощущение я не чувствую. То есть боли нет? Нет, боли нет. Я чувствую боли, и я чувствую комфортно в моем крючке. Аллилуйя. 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 Окей. Ну, это все, окей. Шшшш. Но я не хочу качать. Ашери, пожалуйста, если можно, присутствуйте рядом, а не кому-то попасть. Мы восставляем тебя, господи. Это все. Может быть, еще кто-то хочет свелистовать? Шшшш. Кому нужно исцеление, физическое исцеление, встаньте на ваши ноги. Любого рода физическое исцеление. И только если физическое. И те, кто вокруг них, которые не встали, возложите на них руки. Если вы возле них, встаньте и помолитесь за них. И если за вас никто не молится, молитесь друг за друга. Отец, я высвобождаю исцеление. В этой церкви сейчас. Повелеваю всякой немощь, уйди. Есть помазание на исцеление. Bible says, anointing lives within you. And right now, I see angels coming. Прямо сейчас, я вижу ангелов, которые входят. Служащие ангелы для чудес. Я высвобождаю исцеление. Я высвобождаю исцеление. Мы высвобождаем. Ха-ха. Шу. Ха. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Okay, now try and do something you couldn't do. If you had a tumor, see if the tumor is still there. If you had a shoulder, move your shoulder. If you had a back, move your back. Do act of faith. If you had a bad knee, walk around. If your kerbal run, do something as an act of faith. Anointing's there to heal. Thank you, Father. Does anyone have a testimony? Hallelujah. Does anyone have a testimony? Сверишься? У меня очень сильно болела голова. Вот сзади, знаете, как давило что-то такое. Как стояла надо мной что-то. Очень болело. И в первый раз я встала. Ничего не произошло. Молились. Но второй раз, Саша, мой муж положил на меня руку, молился. И такое тепло. И исчезла боль. Вообще ушла боль. Аллилуйя. Благослови, Господи. Благослови. Аллилуйя. А потом вы еще раз призвали к молитве за больные места. И эта сестра говорит, ну давай сейчас еще раз помолимся. И она помолилась, и вы сказали, попробуйте себя. Я попробовала, а у меня такой раз хруст какой-то произошел. И легкую. А я드�ала. Легкую. Легкую правда. Я чувствую очень лучше. Есть боли. Нет. Я не чувствую хрусти. После этого хруста непонятного какого-то... После этого хруста непонятного какого-то... Слава Богу, Бог целите. И у меня была команда из Львова, и у женщины была здесь шишка возле колена. Прям шишка. Она молодая и волновалась. И здесь во время молитвы эта шишка просто под рукой ушла. Ее муж, Аруя, стримая, стримая, знаете, потом ее муж свидетельствовал позже, вчера вечером. Он говорит, что я сильно болела нога, и когда я молился за других, за руки, там говорили какая-то болезнь, какой-то там артрит, и они разбираются в болезнях, и разбираются больше в Библии. И представьте, когда он молился за руки, у него исцелились ноги. Разве не чудо? Ахаллуйя! Он высвободил то помазание, которое было в нем для людей. И сейчас за меня у меня утром болело плечо, и Люда подошла и просто возложила руку. Такое тепло прошло. Я понимаю, что Люда тоже была сейчас исцелена от чего-то другого, но у меня плечо не болит. Спасибо. И Люда, пусть проверит, она тоже исцелена от чего-то сейчас. Халлуйя! Ещё кто-то хочет засмелисовать? Ещё кто-то? Халлуйя! Халлуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я чувствую очень сильное присутствие Бога Просто такое, как присутствие любви Может быть, будет смех, но некоторые из вас просто почувствуют Божью любовь Вы просто будете себя чувствовать, как будто бы Бог вас обнимает Вы будете чувствовать себя очень хорошо Кто-то себя чувствует так сейчас, поднимите вашу руку Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо У кого-то из вас здесь проблема в вашем правом бедре Прямо здесь Встаньте, если это вы У кого из вас проблема в правом бедре Окей, мы имеем один Один там 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 Правые бедра, да? Окей Снова люди вокруг вас, пожалуйста, положите на них руки Господь активирует сегодня тело Христа Чтобы совершать работу служения А здесь мы высвобождаем это исцеление Травма разрушается Травма сейчас разрушает всякую верность Иисус, я прошу тебя Об исцелении Высвобожди исцеление Я высвобождаю исцеление Валентина Петрова имя Иисуса Пробуйте Уже пробуйте Исцеление пришло мгновенно Пробуйте Бенд over Наклоняйтесь Сделайте все, что раньше вам причиняло боль Пень, leave Боль, уходи Ва имя Иисуса Уходи Пень, уходи Уходи Боль сейчас Вся Мы сейчас Делаем расслабленными все мышцы Ва имя Иисуса Аллилуйя У кого есть свидетельство? Может быть вы почувствовали, что вам легче? Аллилуйя Да, пробуйте Пробуйте себя Аллилуйя Спасибо, Господь Ах! Только у меня слева Было как защемление Мышцы Все время Ногу если поднимаешь И оно тут болит Как тянет И нету любых Я так и что Аллилуйя Лет семь У меня была грыжа И вот за время конфересса Едем здесь В конкурсе Спасибо Спасибо Который друг tails? Р flirtите. Халлелуя. Халлелуя. обоих тазобеданных суставов, да, вот молились на конгрессе за меня много, но все равно легче мне, я уже без палочки хожу, но боль еще была, сейчас легче мне, ну я надеюсь, что Господь меня исцелил совсем, да, и коленка у меня болит, сейчас вот я не чувствую боли, а то другой раз идет, я думаю, раз прямо, что такая боль, аж простреливала, там вот кости сухие, вы понимаете, недоамортизатора, и оно прямо деформировалось, и вот такое, мне сказали, Вы верите, что Бог сейчас может исцелить и добавить вам спаску между гостями, Вы верите в исцеление на 100%? Бог, Он не Бог 70%, Он не на 80%, Бог нравится нас 100% в исцеление, сейчас будем искать небес, соглашаемся? Аллюлуйя! Окей. Аллюлуйя! 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 Вы чувствуете огонь какой-то по вашему телу сейчас? Ты чувствуешь огонь? Я ничего не ощущаю. Это нормально. Я чувствую. Продолжение следует... 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 Слово это Иисус. Иисус, Слово, стал плотным. То, о чем сегодня я буду говорить, это о тайне Иисуса Христа. Это тайна. Но когда вы читаете эту Библию, вы читаете Слово Божье, и принимаете Христа. Вы принимаете откровение. Вы принимаете мудрость. Вы принимаете понимание. И это потрясающе. Эти слова, они живы. Я могу почувствовать разницу после того, как я почитаю Библию часть. У меня такое ощущение, будто что-то внутри меня произошло. Или когда такой помазанный проповедник, как Григорий Павлович, или как Роман Моисеевич, когда они проповедуют Слово Божье, я могу чувствовать это. Библия говорит, Слово Божье острее обоюдоострого меча. Это евреям 4.12. Это может разделять кость от плоти, дух и душу. И это Слово меняет нас. Я однажды встретил атеиста недавно. И он не верил в Иисуса. Поэтому какое-то время я поговорил с ним. И я бросил ему вызов. Я сказал, если ты веришь, что это не настоящее, прочитай Евангелие от Иоанна. Каждый день читай 30 дней. 30 минут в день, в 40 дней читай Евангелие от Иоанна. И попроси Бога явить себя тебе. Я сказал атеисту, скажи Богу так, если ты реальен, а явись мне. Я никогда не слышал ни о ком, который мог бы сделать так, и не прийти ко Христу. Итак, я не знаю, будет ли вы это делаете. Я не знал, будет ли он это делать или нет, но звучало так, но это Слово, оно сильное. Почему Евангелие от Иоанна? Это Евангелие любви. Это могло быть любой Евангелие. Но я именно ему слышал Евангелие от Иоанна. Ефесянам 1.10 Я извиняюсь, 1.3 Благословен Бог и Отца Господа нашего Иисуса Христа, Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вы говорите, в Христе? В Христе. В Христе. Вот это и есть тайна Иисуса Христа, что Иисус Христос может прийти и жить внутри нас. Он живет внутри меня. Он живет, Он движется, Он существует за мной. Это потрясающе. Да, я слышал, что мы движемся силой Бога Чертого. Но и через Иисуса. И Иисус внутри меня. Это как будто бы Он стоит здесь. И я вхожу внутрь Него. Или Он входит внутрь меня. Я во Христе. Я одно с Ним. Это потрясающе. Мой разум не может этого осознать. Это такая сильная привилегия. Это такая сильная привилегия. Это видеть людей исцеленными. Это человек, где он был. Это человек, который сидел там. Он почувствовал огонь. Огонь в спине. Это невероятно. Это Иисус. Это огонь от Иисуса. Иисус может использовать ангелов. Или может использовать Духа Святого. Но все это во Христе. Во Христе. Аллилуйя. И здесь написано, что у нас всякое небесное святое благословение во Христе. Верс 4. Так как Он избрал нас в Нем прежде осознание веры. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределив усыновить нас в себе через Христа. Через Иисуса Христа. По благоволению в воле Своей. Я могу читать все это. Это очень хорошо. Но давайте двигаться дальше. Евреям 12.2 Вы можете записать и позже прочитать. Разные переводы говорят это местописание по-разному. Но на этой неделе Григорий Павлович цитировал это местописание. Взирая на Иисуса. Начальника и совершителя нашей веры. То есть автор и совершитель. Он живет для нас. Он движется в нас. Если мы позволяем. Он меняет нас. 2 Коринфянам 5.21 Буду очень быстро открывать местописание. 2 Коринфянам 5.21 2 Коринфянам 5.21 У нас немножко разные переводы. Но очень-очень рядышком. Я прочитаю. Да. Мой говорит. Потому что Он сделал Его. Поэтому здесь говорится Он, то есть Бог Отец, сделал Его и Иисуса Христа. Бог Отец сделал и Иисуса Христа. Не знавшего греха. Он стал грехом за нас. Он стал грехом за меня. Он стал грехом за тебя. Чтобы мы могли стать праведностью Божьей в Нем. Во Христе. Я праведен. Во Христе. Когда Бог Отец смотрит на меня. Он смотрит через кровь своего Сына. Это тайна. Я грешник, как и все остальные. Я не идеально. Я все время каюсь. Я очень сильно злюсь, когда я не должен злиться. Или я переживаю много. Переживание – это тоже грех. Или я могу становиться грехом. Или я боюсь. Как будто что-то плохое происходит на работе. Я начинаю переживать. И потом переживание открывает. Дверь, страх. И сразу же в мой разум я не могу спать. Это грех. Мы должны доверять. Библия говорит всем сердцем своим доверяю Господу. И не полагаясь на свое понимание. Поэтому мне приходилось говорить, когда я переживал. Кажется, когда я боюсь. И знаете, для меня это потрясающая тайна. Во Христе я праведен. А праведность – это я прав перед Господом. Бог, Отец, видит меня святым и чистым. Почему? Потому что Он смотрит на меня через Своего Сына. Поэтому, когда Бог, Отец, смотрит на меня, Он видит меня через кровь Своего Сына. Он видит меня через эту кровную жертву. И когда Он смотрит на меня через Сына Своего. Видите, по причине того, что Иисус смотрит на меня, Бог не может теперь плохо на меня смотреть. Бог так же само, как Он на Сына Иисуса не будет смотреть плохо. Этого не может происходить. Поэтому, если я во Христе, и если я каюсь, Бог, Отец, смотрит на меня и видит меня через Своего Сына, через кровь. И Он видит меня святым. И Он видит меня праведным. И это потрясающе. И это так великолепно. Поэтому я могу иметь общение. Итак, если я прихожу к Господу, Библия говорит, приходите к Иисусу благодать и здирсновения. Во время нужды у нас есть доступ. Итак, дьявол может идти за мной. И я не так много о нем думаю. Но Он пытается играть и выиграть. И очень часто Он использует людей пытаются обидеть меня. Пытаются каким-то образом уколоть меня. И Он такой вот с вилкой ходит возле меня. И Он пытается ходить за мной. Но когда я ищу Бога Отца, через кровь Иисуса, я могу повернуться к дьяволу и сказать, ты не можешь войти сюда. Пока. Я иду к Богу. Я иду в Его присутствии. У вас когда-то было такое? Когда вы приходите сюда в церковь, и вы такой расстроен. Или может быть голова болит. Может быть по пути в церковь, вы с мужем поссорились. Было такое? Да, по пути в церковь. Вы поссорились. Я так делаю. Ты споришь о каких-то тупых вещах. Или дети спорят тебя с ума. И ты потеряешь общую силу. По пути в церковь. Я делаю это. Это глупо. Но ты приходишь, и ты не чувствуешь мир. Враг, он возле с вилкой. И он по саму тебя колет. И твои эмоции, они поднимаются. Но потом ты входишь в поклонение. У вас когда-то было такое? Когда ты поклоняешься. Как сегодня. Поклонение было такое прекрасное. Я повернулся к Ане и сказал, I feel so good. I feel so good. It was so wonderful. Видите, мы в крови. Мы в присутствии. И все заботы этого мира. Все заботы жизни. Просто оставляй нас. Мы освобождаемся. Аллилуйя. Мы освобождаемся. Ты ever have that happen? I have. Аллилуйя. Это прекрасно. Но это то, что сделал Иисус для нас. По Своей крови. Мы входим в другое место в Духе. Мы входим как бы в другое место в Духе. В поклонении. Мы входим в новое место. Мы входим в предпрестол Божий. И мы говорим, Дьявол. Пока. Ты нельзя за мной идти. Глори. 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 Аллилуйя. Это так прекрасно. Это так прекрасно. Это так прекрасно. Глори. Слава Господу. Глори. 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 Служил мне. Раньше на этой неделе. Мы часто едим вместе. И когда он открывает свою устра. И говорит, самое мудрое в моей жизни. Слово Божье. И я просто сижу и служу. И душа служит меня через него. Это потрясающе. Итак, Григорий Павлович, когда свои устали, начал делиться об откровениях в его жизни, которые стали для него как печать. Они как бы на нем вечером. Может быть, он уже говорил вам как свои цели. Ну, это словно штамм. Мы говорили о крови Иисуса, я говорил, что у меня появилось скрепление, у меня есть скрепление, простые. Например, спасение в Иисусе Христе, это печать твоя на всю жизнь. Колоссянам 1 глава, это печать в моей жизни навсегда. Колоссянам 1.12 I'm going to read this a little bit. Giving thanks to the Father, who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. И прощение грехов. Now, here's the stamp for me. Вот эта печать для меня. Verse 15. He. Он. That's Jesus. Okay? I'll translate for you. We're talking about Jesus here. He is the image. Он есть образ Бога невидимого. He's the firstborn over all creation. For by Him, Yes. By Jesus, all things were created that are in heaven, that are on earth. Visible and invisible and invisible. Whether thrones, престолы ли, or dominions, господства ли, or principalities, or powers. All things were created through Him. The Him is Jesus. Get to Revelation. All things were created through Jesus. Everything was done through Jesus. All things were created through Him and for Him. And He, that's Jesus, is before all things. And in Him, that's Jesus, Yes. Yeah. Let's go. I'm going to read verse 17 again. And He, that's Jesus, is before all things, and in Him, that's Jesus, all things consist. All things consist. All things consist. He, Он, Jesus, is the head of the body, the church, who is beginning, the firstborn from the dead, that in all things, He may have preeminence. For it pleased the Father, that in Jesus, all the fullness should dwell, that in Jesus, all the fullness should dwell, if you went to the Father, if you went to the Father, and said, I'm tired of humanity, get rid of them, we're in big trouble, we're in big trouble. Now, He wouldn't do that, because God is love, and He loves us, and He lives within us, and He lives within us. He can't separate Himself from us. We're in union with Christ. What if He did? Because in Jesus, because of Jesus, all the universes are held at place, all the stars in the sky, all the stars in the sky, the moon you see at night, the rotation of the earth around the sun, the heat of the sun, the rain, the weather, the weather, the food, everything is done through Jesus, and for Jesus, and this Jesus, listen me, listen you, it's amazing, and then God the Father, put Him as head of the church, put Him as head of the church, what is it? Jesus, it says in the Bible, I want to close, with some of the things that they say Jesus is, okay, get ready. Jesus is the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. The Bible says He's the Just One, the Holy One, Lamb of God. He's the first resident of the dead. The Bible says He's the day star, living star. He's the light of universe. In Him all things consist. He's before all things. He's the chief shepherd. Bishop of our souls. He's the ruler. He's the judge. He's our lover. He's our Christ. He's our redemption. In Him, we live and move and have our need. With Him, we're nothing. Without Him, we're lost. Without Him, we have eternal damnation. He's our Savior. He's our Redeemer. Chief shepherd. Hallelujah. Hallelujah. He is the Christ. The Son of God. If you're here today, and if you have not invited my friend Jesus, into your heart, and you see these Christians around you, and you see that life and that joy that they have, the forgiveness of sins, if you're here today, and you've never asked Jesus in your heart, I want you to come up here right now, and I want to pray with you. If you've never done that, or if you need to recommit your life to Jesus, come up here right now. Come. I'll give you a minute. Very quickly. Jesus says, if you confess me before my men, I'll confess you before my Father in heaven. It's important for you to come up. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я могу помолиться с вами? Мы попросим Иисуса войти в наше сердце И мы делаем это верой Вы знаете, это не чувство Вы можете почувствовать Бога Но для меня, когда я каялся и просил Иисуса войти в мое сердце То это больше как акт веры, посвящения, обещания А чувство будет позже Поэтому я хочу провести вас в молитве Чтобы вы попросили Иисуса войти в ваше сердце Хотели бы? Господи Иисус Я прихожу к Тебе как грешник Я пришел к Тебе о прощении и прошу Иисус Прости все мои грехи Омой Своей кровью сейчас Я прошу Тебе войти в мое сердце И наполни меня Духом Святым Наполни Своим светом Наполни любовью Наполни Исцели всю мою боль Исцели все мое прошлое Иисус, спасибо Тебе Господи, благословляй мою сестру Я благословляю ее Благословляю вас Иисус, дай ей познать Твою любовь Спасибо, Иисус Спасибо, Господь Спасибо, Иисус Здесь вокруг вас стоят люди И они будут молиться с вами Да, это Бог Они дадут вам книжечку Они помогут вам расти в Боге Аминь Благословляю вас Благословляю вас Ваимейс Благословляю вашу жизнь Благословляю вашу семью Я благословляю все, что вы делаете Во все дни жизни ваших Я называю вас благословенными Благословляю вашу жизнь Благословляю вашу жизнь Благословляю вашу жизнь Знаете, в этой церкви у вас потрясающие служители Но, может быть, некоторые из вас Вы служите не так, как хотели Я чувствую, что Духство начнет двигать вами Чтобы вы делали больше евангелизм Чтобы вы делали больший евангелизм Знаете, есть люди там Которые имеют нужды Написано в Луке 2-й главе 10-й главе Написано Иисус послал их по двое В места, куда хотел сам идти Я бы так называю вас Читайте эту луку Иисус сказал Идите в город А ваш город — это кривый рог Вам не нужно из города уезжать Просто идите на улицу Идите в еще один какой-то район Иисус сказал Иисус сказал Если кому-то нужна исцеление Иисус говорит Если кому-то нужна исцеление Иисус сказал Если они приглашают вас к себе Победайте с ними Иисус сказал В Луке 2-й главе написано Молитесь о благословении за них Бог приглашает вас Выходить Начать благословлять людей Мы вчера ездили в ресторан И официантка Мы не знали, кто она Она на другой стороне Она в ресторан далеко Это не важно Но все равно Она может быть Она верующая Она может быть не верующая Иисус не молился Иисус не молился за верующих Он молился за многих не верующих Он исцелял людей Которые еще не были спасены И потом они спасались после этого Он потом ходил к ним после этого Иисус сказал И говорил Хочешь верить? Иисус сказал И один человек у... Как это бассейн назывался? Бефьезда? Бефьезда 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 Он подошел к этому человеку после Иисус сказал Хочешь ли ты верить в Сын Человеческого? И человек говорит А кто он? В кого вы верите? Он был неверующий И исцелился И эта девушка в ресторане вчера Я просто ей сказал Мы можем благословить вас Мы можем либо молиться за вас Я очень редко вижу Чтобы люди говорили нет И мы молили за нее Благословляли ее Аллилуйя У нас наверное нет Благословителей в церковь Но мы все еще Благословляли ее в церковь Сделай это Если нет Пригласите их сюда Победите их съезд Благослов Приведите их в церковь И Дух Святой спасет их Прекрасно здесь все что в церкви У вас каждое воскресенье Призыв к покаянию В Америке Только 10% в церкви так делают Может быть даже меньше Мы спасаем людей Но мы как-то не даем Возможность людям выйти После служения Но это прекрасно Это делать для вас Это легче Вам просто нужно Притянуть их сюда А Дух Святой сделать все сам Это прекрасно То что я чувствую В своем сердце сейчас Я знаю что раньше Я знаю что раньше Я говорил что буду молиться За больных Но я думаю что вам нужно Продолжать молиться За другую Что я чувствую в своем сердце Я хочу помолиться За активацию Помолиться Чтобы вы Восвождались в урожай В жатву Молиться о передаче Чтобы вы Чтобы вы Брали то что Брали здесь И шли на улицу Брали стратегии И делали евангелизации Я верю Бог будет двигаться В вас Поэтому если вы хотите Остаться для этого Я помолюсь за каждого Я не буду проводить Много времени с каждым Я всегда верю в то что Если я просто касаюсь То вас Дух стоит активировать И вы уйдете отсюда И вы захотите поговорить С людьми Я скажу молитву Перед тем Как я буду это делать Фадер Отец Сказано в твоем слове Что есть пятикратное служение Апостолы Пророки Учителя Пастыря И евангелисты Отец Ты хочешь каждого Чтобы имел Евангелистское помазание Господь Хочешь чтобы Апостолы имели Евангелистское помазание Пророки Учителя Чтобы имели Пророческое помазание Евангелистское помазание Ты хочешь чтобы Пастыря имели Евангелистское помазание Отец Сегодня я взываю Взываю Небесам о том Чтобы ты высовывал Евангелистское помазание Огонь, помазание Чтобы был проповедуемый Иисус Христос Чтобы сердца приходили к Тебе Чтобы сердца были касаемы Чтобы были освобождены Во имя Иисуса Христа А здесь я прошу о помазании На людях этой церкви Мы освобождаем сегодня И мы говорим имя Иисуса Сила выходит Аллилуйя Линься и мы начнем прожить Я нужна Христос Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Каждый день! Ищу! Ищу! Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok